Контейнеры исчезли, мусор остался. Такую картину жители Щелково уже несколько дней могут наблюдать на многих контейнерных площадках города. Мусоровозящие компании так и не приехали за отходами, зато забрали свои контейнеры. Что же стало причиной такого мусорного коллапса? Этот вопрос мы задали заместителю руководителя администрации Наталье Черной. И вот какой ответ получили. С пятницы начиная вечера у нас сократился вывоз мусоровозящими организациями, обслуживающие дома МПДЖКУ. Это компания ИКОН и Экодрим. В субботу уже более значительный объем, в воскресенье вообще все бросили. В понедельник мусор был не вывезен полностью со всех домов, которые ДЭС обслуживает. В понедельник встречались с мусоровозящими, хотя накануне встречались в пятницу. В пятницу планировали и рассуждали, как мы будем с 1 января работать. Передали проект договора и в понедельник эти мусоровозящие компании выставили с ультиматумом. ИКОН сказал, что пока ему не оплатят 6 миллионов за должность Эдеза, а наоборот Экодрим 5 миллионов, а 6 миллионов, а ИКОН 5 миллионов, не выйдут они на работу, не приступят, пока не будет задолженность погашена именно в таком объеме. Пытались объяснить, что сейчас задержка платежей в связи с переходом в МОСОБЛ РКЦ. Ничего слышать не захотели, сказали, мы работать не будем. Когда стали рассуждать уже по договору, который предлагали в пятницу заключить, и проект договора скинули, мы подумали, что все-таки дело в том, что обязательным условием этого договора была установка системы ГЛОНАСС на каждый автомобиль. И с обязательным выводом к нам на компьютер. То есть в пятницу ездили, смотрели, система ГЛОНАСС работает у них на предприятии. И нужно было только дать нам пароль, чтобы мы вошли и видели эту систему. Даже не с выводом сюда, а мы бы через пароль зашли и видели в режиме реального времени, как ездят машины и куда возят мусор. Пароль нам не предоставили ни одна, ни другая компания. И в понедельник вот такой был Димаш, можно так сказать. Таким образом, на четыре дня щелковцы остались сразу без двух мусоровывозящих организаций. Но что будет дальше? Неужели жители города будут встречать Новый год в окружении мусорных куч? Местные власти утверждают, ничего подобного не случится. На данный момент управляющая организация ДЭС ЖКХ уже заключила договора с недавно созданным муниципальным предприятием «Городской сервис», который и займется вывозом отходов. Вторые сутки в городском поселении Щелково мусор выводится в усиленном темпе. Вчера мусоровывозили три машины, сейчас усиление прошло до пяти машин. При норме накопления в 300-350 кубов по городу вчера было вывезено 700. Работы продолжаются. К середине завтрашнего дня работа будет налажена и с 1 января выходим в обычный рабочий режим. Представители муниципального предприятия надеются, что со всеми завалами удастся справиться до 31 декабря. Кроме того, новая мусоровывозящая компания уже закупила новые контейнеры, которые в скором времени окажутся на всех площадках, которыми теперь заведует компания. Также директор муниципального предприятия отметил, что на их машинах система ГЛОНАСС установлена. Мария Смирнова, Сергей Максимов, телерадио компания «Щелково».